Реки дружбы слились воедино. Накануне в Ульяновске состоялось первое заседание Совета по сотрудничеству субъектов ПФО и провинции Китая. В его рамках было подписано немало соглашений, и новыми партнерами обзавелась и Чувашия. Какие перспективы сейчас открываются перед регионами обеих стран, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Сотрудничество регионов двух стран выходит на новый уровень. Первые договоры руководители субъектов Поволжья и губернаторы провинции Верхнего, Среднего, Течения и Рекиензии заключили еще два года назад за круглым столом. За это время партнеры реализовали десятки инвестиционных проектов. Полномочный представитель президента страны Михаил Бабич отметил, что у регионов Поволжья и Поднебесной наметилось немало совместных планов. Будет развиваться география авиационных перевозок, продолжится работа по обмену студентами. Сегодня мы создаем ассоциацию вузов Приволжского федерального округа и Среднего и Верхнего, Течения и Рекиензии. И это станет логическим продолжением той большой образовательной совместной программы, которую мы проводили в предыдущие три года. Мы рассматриваем повышение интенсивности нашей работы в сфере туризма. Здесь огромный потенциал. Отрасль туристическая в России на подъеме. И мы с удовольствием ждем наших китайских партнеров. На первом заседании совета по межрегиональному сотрудничеству гости из Поднебесной презентовали новые проекты. В Поволжье инвесторы из Китая планируют открыть заводы по выпуску криогенной техники, смарт-телевизоров и беспилотных самолетов. Член госсовета Китайской Народной Республики говорит, что мощный стимул развитию двухсторонних отношений придаст и новый формат переговоров. Главной задачей совета мы видим урегулирование стратегических вопросов в формате Волга-Янзы и координации действия отдельных сторон. Сотрудничество между двумя странами началось с нуля, переходя от малого к крупному. Есть и подтверждение в цифрах. В перечень инвестиционных проектов включен в общей сложности 181 проект, а в дорожную карту мероприятий в гуманитарной сфере включено 100 проектов. Инвестиционный проект планируют реализовать и в Чувашии. В ближайшие годы на базе Химпрома откроется цех по производству глифосата. По плану проекта мы к 2019 году планируем выйти на мощность 10 тысяч тонн с дальнейшим увеличением до 30. Реальный пример успешной реализации проектов. И мы искренне желаем вам успехов на завершающем этапе реализации данного проекта. Глава республики отметил, что Чувашия заинтересована в расширении экономических связей с Китаем. За последние годы были подписаны соглашения о сотрудничестве с городом Чунцин и провинцией Сычуань. Жители Чувашии всегда проявляли большой интерес к Поднебесной. Не случайно Чувашской республике является родиной одного из первых крупнейших китаеведов 19 века Никиты Бичулина. В 2017 году исполнится 240 лет со дня его рождения. На совете у Чувашии появились новые партнеры. Глава республики подписал соглашение о сотрудничестве с вице-губернатором провинции Анихой. Подписали договоры о создании агропарка Чувашия Сычуань. На его площадях планируют выращивать овощи, разводить крупный рогатый скот и открыть крупный центр логистики. Стороны уже разработали бизнес-план. Есть предварительные намерения о размещении части в Марино-Посадском районе, в Козловке. Но, естественно, здесь необходимо соблюсти ряд формальностей. То есть зарегистрировать предприятие, обратиться за этими земельными участками. Сейчас мы будем вести переговоры с российскими партнерами о том, кто совместно с Китайской железнодорожной инвестиционной корпорацией заинтересуется реализацией совместных подпроектов. С вице-губернатором провинции Сычуань глава Чувашии провел рабочую встречу. Михаил Игнатьев отметил, что республика продолжит и дальше создавать благоприятные условия для инвесторов. Виктор Ковалев, Андрей Спиридонов, Республика из Ульяновска.